Российская пропаганда нагло врёт о последствиях санкций для своей страны. Речь в частности об индустрии красоты. Среди жителей Российской Федерации самые популярные пластические операции – это коррекция груди и увеличение ягодиц. Сейчас найти импланты в России уже невозможно. Примечательно, что силиконовую проблему скрывают и о причинах дефицита откровенно лгут. Так ряд российских СМИ публикуют интервью с известным в России пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, который утверждает, что якобы весь мир столкнулся с нехваткой ягодичных имплантов. Но на самом же деле никакого дефицита в мире нет, а российских потребителей местные медики намеренно вводят в заблуждение. Об этом и не только. Поговорим с нашим следующим гостем. Это Дмитрий Слоссер, пластический хирург. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Слава Украине. Героям слава. Ну вот то, что сейчас рассказывают пластические хирурги в России своим клиентам. Мол, весь мир столкнулся с силиконовой проблемой. Все идет на военно-промышленную отрасль. Так что нет имплантов ни для груди, ни для ягодиц. Ведь это все неправда. Почему нельзя просто сказать, что виной всему санкции? Ну, я думаю, недаром Тимур Хайдаров, этот пластический хирург, переехал в Узбекистан, видимо, там проблема с имплантами менее явная, чем в России. На самом деле, в мире есть такая проблема, но мы ее менее остро ощущаем, поскольку у нас поставки имплантов, как и вооружение, не продолжаются. Пусть не в том количестве, как нам бы хотелось, но, тем не менее, мы обеспечены этим. Ну, я думаю, что эта проблема все-таки связана с санкциями. Знаете, мне удивительно, вот это, когда отсылают к военно-промышленному комплексу, мол, на военно-промышленный комплекс идут все импланты для груди и для ягодиц. Вот даже вот гипотетически представить грудные импланты, которые используются в ВПК, ну или ягодичные. Возможно, им где-то для чего-то нужно будет. Чтобы мягче сидеть в танке, да, или как? Нет, я думаю, что они вряд ли используют столь дорогой продукт. Если они не могут купить гораздо менее дорогое оборудование, то платить импланты стоимостью более тысячи долларов для того, чтобы на них только сидеть, навряд ли. Россия пыталась делать свои собственные импланты, пыталась запустить производство, но это была очень неудачная попытка, ну как все, как всегда бывает у них. И поэтому спустя буквально лет 5 или 7 эксплуатации, когда начались проблемы, от этого отказались. Поэтому, как всегда, все в России, все импортное, все импортозамещение, как они говорят. Некоторые запасы в клиниках все же остались, просто теперь многие пластические операции подорожали в полтора-два раза. И для многих, ну, пластическая хирургия становится просто недоступна. Можно сказать, что эту отрасль, как и большинство других, ожидает глубокий кризис. Да, вот клиники закрываются, передовые технологии недоступны. Ну, то, что клиники стали меньше оперировать, я это слышу от своих коллег из России, это однозначно. Падение количества пациентов, это больше, чем 50%, при том, что боевые действия не идут на их территории. Это связано, скорее всего, с обнищанием на россиян и невозможностью себе позволить подобные операции. То, что операции подорожали, для меня это странно, потому что для нас стоимость операции осталась та же самая. Видимо, это есть какие-то моменты, связанные с курсом долларов и поставкой этих имплантов на рынок России. Потому что для Украины стоимость имплантов не подорожала. Да, может, как-то обходными путями они и покупают там дороже в три раза, чем они есть на рынке? Да, но проблемы с поставками и только силиконовых имплантов, насколько мне известно, но в том числе и ниток хирургических, в том числе и препаратов гиалуроновой кислоты, ботулотоксина. Многие переходят на корейские, китайские аналоги. Это я слышу сплошь и рядом от своих коллег. А вот знаете, вы сказали, что вы общаетесь с некоторыми вашими коллегами из России. Вот хотя бы в частном общении они-то понимают, почему происходит вот такое с имплантами? В чем суть проблемы? Или они стараются об этом не говорить? Я работал в России до 2014 года, и поэтому я знаю этот рынок, знаю этих людей. У меня есть возможность с ними пообщаться и узнать их мнение. Вы знаете, адекватных людей, которые реально оценивают ситуацию, очень мало. Их можно посчитать на пальцах одной руки. Это, к сожалению. Даже среди хирургов? Среди хирургов, да. Но я думаю, что они уже начинают догадываться, что санкции, они связаны не только с тем, что их пытаются как-то щемить или так далее. Что это общеполитические санкции, это связано с общим восприятием страны как страны-агрессора. Я думаю, что еще чуть-чуть, и это станет для них еще более явным. А вот как вы полагаете, вот хорошие специалисты, для которых важно оперировать, постоянно повышать квалификацию, вот в таких условиях они будут уезжать из страны, и плюс ко всему они еще могут под мобилизацию попасть, да? Хоть власти и уверяют, что она закончилась, но повестки постоянно приходят. Риск мобилизации, конечно, для них существует. Повестки приходят. Из моих знакомых несколько людей уже уехали. Как я вам сказал, тот же упоминаемый доктор, которого вы упоминали, он переехал в Узбекистан. Я знаю лично моего товарища, с которым я в одной клинике работал, он перебрался в Казахстан. Многие врачи уехали в Эмираты, ну, везде, где только могут. Отток и пластический хирургов наблюдается в том числе. Ну, это, конечно, связано с тем, что они боятся и мобилизации, и общего падения уровня жизни в стране. Потому что они понимают, что отрасль пластической хирургии – это отрасль, где в основном платежеспособные клиенты. И они видят, что в ближайшем будущем такие подобные операции мало себе кто сможет позволить. Ну, да, и это отрасль, если не ездить на конференции, не встречаться из других стран, не покупать новые препараты. Новые технологии, опять же. Да, но постепенно начнешь откатываться куда-то назад в 90-е. Это однозначно участь пластической хирургии в России, то, что в ближайшие несколько лет их начнут игнорировать. В том, что они лишатся конференции, что к ним будут меньше приезжать однозначно другие известные пластические хирурги. И я думаю, что в этой связи они будут больше приезжать в Украину. Я на это надеюсь. Ну, и кроме того, мы знаем, что пластическая хирургия – это отрасль медицины, в которой рост именно наблюдается во время войн. Потому что пластическая хирургия – это не только импланты, это не только ринопластики, это в том числе и реконструктивная хирургия, чем мы, в принципе, и занимаемся. Очень многие мои коллеги на фронтах. Вот я недавно сделал опрос в группе среди своих пластических хирургов с просьбой написать, кто из наших коллег находится на фронте. Мне оказалось, что не менее 10 человек сейчас находятся на передке. Очень много, около 20 человек активно работают в госпиталях, оперируют раненых и помогают нашим ребятам. Мне это очень приятно, и мы всячески им помогаем. Вы рассказываете на ваших страницах, в соцсетях о том, как лучшие пластические хирурги Украины объединились и действительно помогают нашим воинам, помогают им вернуться к нормальной жизни. Можете вот чуть больше об этой инициативе рассказать? И какой сложности операции приходится делать? Сразу же после начала войны пластические хирурги объединились, потому что очень многих есть свои пациенты, которые живут за границей. Очень многие имеют друзей, коллег. И я помню, первый месяц все активно занимались гуманитарной помощью. Практически все хирурги привозили гуманитарную помощь, причем в масштабах контейнеров, в масштабах машин. Это был просто вау медикаментов. Это не только для пластической хирургии, это для всей медицины, что очень важно. Сейчас, когда уже начали поступать активно раненые, мы активно показываем свою позицию и предлагаем. Во-первых, некоторые доктора бесплатно консультируют и раненых, и отправляют средства, полученные от консультации на нужды ВСУ. Мы активно проводим мероприятия. Есть даже такая группа, которая собралась с умениями в реконструктивной хирургии и выполняем совершенно бесплатно пластические реконструктивные операции. Недавно в Ивано-Франковске было очень знаменательное событие. Приехала группа пластических хирургов из Соединенных Штатов Америки, которая прооперировала более 40 наших раненых. Мы, конечно, активно перенимали опыт, потому что там были очень сложные операции, которыми они могли поделиться знаниями. И эти инициативы нами продолжаются. Мы доводим этих пациентов, мы оперируем новых пациентов. Дай Бог, чтобы было только меньше. Вот как приходится работать сейчас. Воздушные тревоги, ракетные обстрелы, в результате которых пропадает свет и вода. А в этот момент может идти операция и довольно сложная. У нас есть фото и видео, как сейчас работают украинские медики. Вот это фото со Львова. Там кардиохирурги из-за отключения электричества делали сложную операцию на сердце в полумраке. Есть еще видео из Киева, попрошу показать. Да, вот это институт сердца. Пропал свет, когда оперировали ребенка. Но, к счастью, у больницы есть генератор, и врачи смогли закончить операцию. Как вы прокомментируете вот эти фото и видео? Вы знаете, все современные больницы, и не только современные, но я знаю, что и у наших коллег есть генераторы на данный момент. И мы можем, не прекращая операцию, продолжать ее. То есть автоматически переключаются источники получения электроэнергии. Наркозные аппараты, они всегда идут с аккумуляторами. Даже если ничего не будет, у нас есть такое устройство, которое лобный светильник, который позволяет подсвечивать рану и заканчивать операцию. Ну, конечно, это дополнительные риски для пациента и неудобства. Но, тем не менее, мы с этим справляемся. Я думаю, что тут самое главное — дух. Дух именно общности, дух именно непобедимости. Тот дух, с которым мы приближаем нашу победу. Это самое главное. А там какие-то временные затруднения со светом или недостача воды. Я думаю, что мы это преодолеем и обязательно добедим. Спасибо вам огромное. Спасибо за это интервью. И спасибо всем нашим медикам за их труд. Спасибо. Я напомню, Дмитрий Слоссер, пластический хирург, был с нами на связи. Спасибо.